Кубанская охоты не так известна, как белорусская. Хотя здесь, в затерянном лесу возле границы Садыгей и поселке Лесорубов, каратели за один день расстреляли 209 человек. Вот это была станица Мехизеева поляна. И когда пришли фашисты, хозяйничали на нашей кубанской земле, здесь проживали старики, женщины и дети. А мужья, мужчины, были на фронте. И вот фашисты 13 ноября 1942 года на вот этом месте, вот именно на этом месте, собрали жителей деревни. Немецкий офицер зачитал приказ на своем немецком языке. И людей, женщин, стариков, детей, 209 человек расстреляли. Вот в разных местах, вот где кресты стоят. Вот мы проезжали один крест, туда дальше, там вот школа была, тоже крест стоит, вот на этом месте. А вот этот вот крест стоит. Вот на этом была трибуна. И немецкий офицер, зачитывая приказ, вот он отдал. А люди не поняли, что за приказ, что он зачитал, потому что немецкий не все знали. И зачитал приказ, людей тут же повели, мужчин заставили рыть, так сказать, ямы. А когда они начали эти рыть ямы, они поняли, что что-то будет. Учительница, школьная учительница, просила немцев, что ж вы делаете, вы детей хотя бы это самое отпустите с матерями. Ну, немцы. Никого не отпустили, расстреляли в этом месте 209 человек. На карте Краснодарского края Мехизеевая поляна никак не обозначена. Поселка больше нет, а мемориал, видимо, сочли недостаточно значимым. Яндекс-карты указывают лишь братскую могилу в Махошевской, ближайшей к Мехизеевой поляне станице, где через 10 с лишним лет после войны перезахоронили погибших. Здесь же, в Махошевской, расположен небольшой школьный музей, посвященный трагическим событиям. От Мехизеевой поляны до Махошевской 12,5 километров. Это расстояние наши корреспонденты преодолели на УАЗике минут за 40. И им еще повезло. В Распутицу дорога бывает просто непроезжей. Ныне существующая дорога, она возникла уже в начале 2000-х годов, после посещения Александром Николаевичем Ткачевым в Мехизеевой поляне. Вместе с Владимиром Андреевичем Бекетовым они 8 мая 2002 года летали туда на вертолете, потому что доехать на автомобиль вообще абсолютно невозможно. В июне месяце на вездеходе трехмастом КАМАЗ, да, с Бангельского сусловского, ехали туда 3,5 часа. Эти 12,5 километров. Если вы на УАЗике сейчас минут 30, наверное, затратили, да? 30-40. Да, потому что вчера был сильный дождь, как бы дорога скользкая, не совсем. Эту дорогу сделали предприниматели, жители станицы Бахошевской, лесопользователи. Значит, я выступил с заявлением в суд о признании права собственности за поселение. Район как бы не возражал, край не возражал. Мы зарегистрировали право по судебному решению и решением Совета депутатов передали на уровень района. Есть определенная договоренность о том, чтобы район передал краю. То есть для того, чтобы финансировать, выполнять определенные затраты, необходимо, не может край тратить деньги, если этот объект не принадлежит ему. Было расстреляно 65 семей. Из них 20 мужчин, 72 женщины и 115 детей. Сегодня Мехизеева поляна не заселена. Поселок был стерт с лица от земли. После расстрела поселок был сожжен. Сейчас на месте поселка находятся большие черные кресты. Их семь. Рядом с каждым крестом вы видели на улице плиты, на которых записаны все те, кто был расстрелян, именно на каждом месте расстрела. Недалеко от этих мест под Обширонском есть кладбище, где похоронены немецкие солдаты. Огромная площадь под гранитом и мрамором. Чистота и порядок. На входе дощечка с надписью, что это делается на добровольные пожертвования граждан Германии. На том кладбище активисты нашли захоронения фашистов, связанных с расстрелом поселка Лесорубов. Горько осознавать, что немцы находят возможность ухаживать за могилами своих граждан, находясь даже за тысячи километров от мест их гибели. А у нас 12 километров к Мехизеевой поляне стали непреодолимым препятствием для желающих почтить память невинно убиенных.